В рефере в ринге Сергей Жебна. В красный угол приглашается Станислав Захарченко. Станислав Захарченко 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 Отшел в первого поединка. В красном углу боец, которому 19 лет. Его рост 175 сантиметров, вес 60 килограммов. На профессиональном ринге провел 10 поединков. Одержал 5 побед, потерпел 4 поражения, 2 победы одержаны нокаутом и 1 ничья. Дамы и господа, представитель Беларуси Станислав Сахарченко. В синем углу боец, которому 19 лет. Его рост 171 сантиметр, вес 60 килограммов. На профессиональном ринге дебют спортсмена. Дамы и господа, представитель России Артем Шигайла. Итак, уважаемые дамы и господа, я напоминаю, что турнир проходит по правилам мировой версии W5. Три раунда по три минуты в каждом, с перерывом между раундами одна минута, с возможностью экстра раунда. Бойцы на середину. Пожали руки, внимательно выполняем команду Рейфтери. В клинче один удар, по углам удачи. Здравствуйте, друзья! Телеканал «Бойцовский клуб» в прямом эфире предлагает вашему вниманию трансляцию турнира W5 Grand Prix Moscow 23. Турнир по профессиональному кикбоксингу. И сегодня нас ожидает 10 очень интересных боев. Из них 7 будут в рамках Гран-при в трех весовых категориях. До 60 килограммов, до 66 и до 72,5. И также три супербоя, которые без сомнения станут настоящим украшением этого турнира во всех смыслах этого слова. Для вас работают комментаторы Ян Баранчук и заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Максим Воронов. Здравствуйте, Ян. И, как всегда, я вас приветствую, дорогие друзья, любители современного кикбокса. Посмотрите, сейчас Артем Жигалов что делает, какие попадания красивейшие. Кстати, этот боец, хочется сказать, из города Волгограда. Клуб «Рокки». Наверное, всемирно известный еще в начале 90-х годов. Я с радостью даже хочу сказать, что Артем Жигалов мой, можно сказать, однохлубник уже, по большому счету, потому что мне довелось выйти из этого клуба. И тренером является Битрий Соломин. Натюш Соломин, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Развестнейший многократный чемпион мира, чемпион Европы. Боец, ну и классный по-настоящему тренер. Представление попадания правой сбоку на выходе. И тут же Артем Жигалов левша. Прекрасно работает и ногами, и руками. Кстати, боец, который вышел из тейквондо. А его секундируют сегодня его главы. Это Сергей Гаврилов, один из ведущих тренеров Федерации Волгоградской кикбокса. И Вячеслав Борщов, известный боец, который сейчас взял тайм-аут чуть более года. Не будет выступать на профессиональном ринге, так и на любительском. И, соответственно, уже начинает немного тренировать. И сейчас посмотрите, ой, вертушка тут же после удара в разрез. И тут же левый миддл кик в область печени. Да, Артем Жигалов очень уверенно действует. Напомню вам, что обоим спортсменам уже 15 лет. Только самое начало профессиональной карьеры для Артем Жигалова это дебютный поединок среди профессионалов. И тем приятнее видеть этого парня в столь отличной просто форме. Хочется отметить еще не по годам умный поединок в его исполнении. Отличный тактик, что хорошо мучен. Не так хорошо мы знаем белорусского спортсмена Станислав Захарченко. Пять боев он уже провел. Вернее, пять побед у него. Четыре поражения. И один лечение результат для 19 лет. Это довольно-таки серьезный уже послужной список. Смотрите, сейчас какое точное попадание было. И как Артем реагирует спокойно на свои же успешные действия. Правый снизу, левый прямой. Все два удара там. И чуть-чуть болтануло бойца из Белоруссии. Очень умно боксирует. Действительно, я на самом деле согласен. Закончился первый раунд. Друзья, слава. Закончился первый раунд. Бойцы на середину. Кстати, хочешь сразу же отметить, что Артем Жигалов это тот боец, который выиграл все и вся на юниорском и юношеском ринге. Второй раунд. Все первенства России, которые, возможно, были пока один. И первенства Европы, и первенства мира. Человек, выполнивший мастер спорта России уже в юниорском возрасте. Вот в этом году он переходит во взрослую категорию возрастную. Соответственно, будет выступать среди мужчин. И его ждет впереди чемпионат России в Калининграде в разделе Киева. Очень агрессивно начался второй раунд. Причем инициатором этой агрессивности стал Станислав Захарченко. Видимо, понял Станислав, что потеря в первый раунд. И сейчас пытается наверстать и пушеный, мощнейший левый блок-кик в исполнении Артема. И насколько точный аж хлопок был. Правда, удар был нанесен стопой на голене. Все это, что делал Артем Жигал. По вращению лоу-кик. Торнадо с лоу-киком. Очень здорово. Я думаю, что это мало кто может исполнить сейчас. На современном профессиональном ринге кикбокса. Сразу хотелось бы вам сказать несколько слов о том, какова формула гран-при в этом сезоне в W5. Дело в том, что формула очень необычная для организаций, которые занимаются единоборствами. И здесь, как и во многих футбольных турнирах, присутствует групповая стадия. Всего три весовые категории. До 60 килограммов, до 66 и до 72 с половиной. И в каждой весовой категории по две группы. В каждой из которых, соответственно, участвуют по четыре бойца. Система отбора стандартная в таких ситуациях. После того, как каждый встретится с каждым. То есть после трех туров определяются по два спортсмена, которые проходят дальше полуфинала. Сейчас отличный левый пример. Очень тяжелый удар сейчас был. Точное попадание с стороны Артема Жигал. Тут же техническое действие со стороны бойца из Беларуси. Очень оценено, я думаю, судейским корпусом. Но при этом левый вразрез Артему пришлось очень точно. Начиная скручивание. Это все штуки из тайского бокса. Парень из Беларуси как раз постоянно, непосредственно в ринге проявляет эти знания. Здесь пропускает он с рукой. Раз за разом очень тяжело. Причем навстречу и вразрез он идет. Артем, мне кажется, где-то он отпускает. Артем попадает точно. Но недоровато почему-то что-то не делает для них атаку. И поэтому все время такое ощущение того, что Артем где-то немного недорабатывает. Очень красивые комбинации заходят. Артем Жигайлов не всегда, конечно, не приходят. Сейчас навстречу Артем получает. И сам попадает, и получает, и пропускает в концовке. И эпизода двойка. Здесь обменивается он. И еще попадает. Посмотрите, точно попал. Еще раз. Повторно. Здорово. Здесь вышел уже победоносный с этого эпизода, так скажем. Но пока навстречу этот трамвай. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Все, два, два, три, два. Бойцы на середину. Кстати, вот сейчас нам доходят информационные сообщения С одной стороны еще судейского корпуса вот здесь как раз точные попадания. Уже с Артема Жигайлова опять же начинает. Он прекрасно и тут же левый ногой справа переводит. Единственное, единственное, постоянно падает почему-то Артем Жигайлов. Чуть неустойчиво. Ну, это понятно. О, левый по печени точно еще раз. И еще раз. Здорово. Здесь Сергей Майфак как раз чемпион Европы среди профессионалов. Известный рефери. И, наверное, один из лучших рефери в нашей стране. Вот здесь обмен опять же говорит о том, что как раз Артем Жигайлов очень сильно похож на Валерия Клюбабу. Тоже Волгоградского бойца. Известный чемпионем Европы среди профессионалов. Маскорта СР по боксу. По манере ведения боя. Правда, Валера был правшой. Ну, а, соответственно, Артем Жигайлов левша. Но очень действительно похож. Ну, Волгоградская школа, как говорят в этом случае. В глухой обороне сейчас находится Станислав Захарченко. Но мы видели, как от обороны он быстро переходит к атаке. Несколько раз очень жестко встречал Артема Жигайлова. И чтобы закончить, уважаемые телезрители, эту тему с... Стоп! Чтобы закончить, уважаемые телезрители, эту тему с форматом турнира, хотелось бы... О, какое встречное попадание Артема. И тут же выход на руках. Здорово. Столько ударов напропускал, конечно, боец из Беларуси. Смотрите, здесь вертушка классная после рота. Пару слов еще на эту тему скажу. И все. То, что из каждой группы выходят два бойца. Они выходят в полуфинал. Соответственно, будет финал. Ну, полуфинал и финал будут на уже завершающем турнире W5. Сейчас мы с вами видим спортсменов из группы B. Вес до 60 килограммов. У Станислава Захарченко 3 балла после двух схваток. Артем Жигайлов попал в этот турнир, заменив выбывшего Адама Анджия. Кстати, Адам Анджий тоже из нашего клуба. Боец из предстоящей федерации, федерации фейнбокса и областной федерации. Ну, видимо, по этой причине как раз и... Это равноценная замена, кстати, тоже этого боится Анджей. Он для самого самого спорта страны, поэтому, в принципе... Но по потенциалу, мне кажется, Артем Жигайлов, конечно, намного сильнее. О, какие попадания и на встрече, и на отходе. И все бьет, на самом деле, Артем. Очень разносторонний. Посмотрите, что делает. Сам открывается тут же, слишком много вращений. Тут же возвращает еще несколько попаданий, осуществляет точно Артем. Но здесь уже на фоне усталости, к сожалению, делает он таких пару ненужных действий. Вот эти нестандартные вращения в конце третьего раунда. Я бы потенциально не посоветовал. О, вертушка, область печени здорово проходит. Я бы не посоветовал в дальнейшем проводить более собранные. Вот так вот три раунда прошли. Взгляд, пролетели мимо нас. Да, великолепный бой мы увидели. Тут никаких вообще вопросов быть не может. Молодые ребята сегодня, застрельщики. И задел очень хороший, очень бодрый бой. Хорошо бы, чтобы другие поединки сложились точно так же, в таком же духе. И с такой же мощью и напором. Да, когда я смотрю на таких молодых парней, бокалящих на профессиональный ринг. Как раз по версии W5, мировой версии. Это, конечно, большое дело. И дань уважения этой организации, которая предоставляет возможность расти подобным парням уже на профессиональном ринге. Это, конечно, ну, как мне кажется... У нас есть решение. Бойцы на середину. Артем Жигайлов и Станислав Захарчик. Сегодня прекрасный поединок. Дамы и господа, первый поединок сегодняшнего вечера. В целом, я не говорю, до 60 килограммов. За счетом 3-0 победу одержал Артем Жигайлов в России. Бестящая победа Артема Жигайлова. Поздравляем его. Для награждения победителя в ринг приглашаются представитель стоматологической клиники партнер Дмитрий Глазов и чемпион Европы по гигбоксу. И теперь у Артема Жигайлова для того, чтобы выйти в полуфинал, существует необходимость все два поединка, которые ему остались выиграть. Первый шаг в полуфинал он сделал. Таким образом, два балла он зарабатывает. Напомню вам, что здесь баллы начисляются следующим образом. Три балла за досрочную победу нокаутом. Два балла за победу решением судей. И, соответственно, один балл начисляется за поражением в экстра науне. Да, и вот сейчас Вячеслав Борощев, что я с огромным удалом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!